ОПГ, о которой сегодня пойдет речь, славится своей безнаказанностью. В отличие от большинства группировок, Солнцевская к физическому устранению врагов прибегала нечасто. Бандиты делали ставку на долгосрочные проекты и дипломатию, действуя не только в России, но и за рубежом. Союзниками Солнцевских были мафия Италии и колумбийский картель Калии, а лидер ОПГ едва не стал почетным консулом Коста-Рики. Стоит отметить, что Солнцевская ОПГ – уникальная группировка 90-х. Следствию в результате по разным причинам не удалось доказать вину ни одного из ее ключевых участников. Появилась банда в 88-м году. До этого времени она перетягивала под себя более мелкие, но свирепые группировки из столичных районов Чертаново, Ясенево и Черемушки. В ту пору во главе ОПГ встал уроженец Солнцева Сергей Михайлов по кличке Михась. Все началось, когда он начал работать в местном ресторане, где активно проявил себя по общественной линии и вскоре возглавил местную комсомольскую ячейку. В замы он взял друга и коллегу Виктора Аверина. Тот совмещал в ресторане должность «принеси-подай» с обязанностями вышибалы. Неизвестно, каких высот добилась бы парочка на поприще общепита, если бы не случай, произошедший в 84-м году. Ценивший комфортное и безбедное существование Михайлов решил провернуть нехитрую аферу. У него был мотоцикл, который он сам же у себя украл и отнес заявление в милицию, после чего в расчете на денежную компенсацию отправился в страховую компанию. Дело выгорело, но не без последствий. Деньги от страховщиков Михайлов получил, но вскоре милиция раскусила его и отправила на скамью подсудимых в захищение имущества и дачу ложных показаний. За свой проступок он отсидел всего лишь полгода, после чего его реальный трехлетний срок был заменен на условный. Вернуться в ресторанный бизнес не получилось, судимость закрывала перед ним двери всех порядочных заведений. В том же 1984 году, подтянув за собой Верного Аверина и его младшего брата Аверу Маленького, Михайлов пополнил ряды небольшой районной ОПГ. Там были свои боссы, но Михайлов сумел так аккуратно и дипломатично подвинуть их, что все в итоге остались довольны. Один из прежних боссов стал отвечать за связи с силовыми структурами, а другой был назначен хранителем бандитского общака. Начинали Солнцевские с популярного в те времена лохотрона, игры в наперстки. Группировка делилась на ловких разводил и быков, вторые обеспечивали безопасность первых. Потом братки переключились на новоиспеченных кооператоров. По сути, Солнцевская ОПГ прошла тот же путь, что и другие группировки, с той лишь разницей, что Михайловские бандиты добились запредельных высот в криминальном деле. Их интересы со временем распространились чуть ли не на весь мир. Свою роль в становлении Солнцевских сыграл недолгий союз с Грозной Ореховской ОПГ. Под предводительством Сергея Тимофеева, известного как Сильвестр, криминального короля Москвы начала 90-х. У Ореховской и Солнцевской ОПГ было два пути. Стать врагами, начав войну за сферой влияния, или заключить союз. Лидеры пошли вторым путем, и такая синергия дала хороший результат. Вскоре под контролем группировок оказалось порядка 25 предприятий. Особенную страсть Михайлов по старой памяти питал к ресторанам. Поговаривали, что самые известные московские заведения крышевал именно Орехово-Солнцевский тандем. Кроме этого, под контролем бандитов находились несколько магазинов, гостиниц и автоцентр в районе Кунцево. Впрочем, несмотря на легкое и успешное начало, просуществовал криминальный союз сравнительно недолго. Распаду Орехово-Солнцевских послужил неприятный для бандитов инцидент, произошедший в 89-м году. Тогда судьба свела Михайлова с владельцем одного из столичных кооперативов, на которого вскоре после открытия, как стрелятники, слетелись представители разных ОПГ и требовали мзду. Коммерсант же решил сам организовать себе крышу и обратился за защитой к Михайлову. Тот согласился на сделку, потребовав за свои услуги автомобили Вольво. Один для себя, другой для верного Аверина. Следом возник Сильвестр, который тоже выжилал себе иномарку. Бизнесмен в кратчайшие сроки выполнил свои обязательства, снабдил покровителей чудесами шведского автопрома и выдохнул. Но не тут-то было. Вскоре Михайлов потребовал, чтобы предприниматель оформил его и нескольких сподвижников в свой кооператив и положил новым сотрудникам приличные по тем временам оклады, около 1000 рублей ежемесячно. Бизнесмен и на это согласился, однако аппетиты лидеров продолжали активно расти. Помимо финансовых требований, бандиты организовали в помещении кооператива схрон оружия. Поместили в комнате охраны охотничьей ружья, дымовую шашку и сейф с пистолетами. Тогда коммерсант решил обратиться за помощью в правоохранительные органы. Оперативники в кратчайшие сроки повязали всю компанию вмогателей, среди которых оказались Тимофеев и Михайлов. Итогом охоты на ракетиров для последнего стало заключение в СИЗО, где он провел практически два года. В это время его подчиненные запугивали провинившегося предпринимателя, обещая ему жестокие расправы над ним самим и над членами его многочисленной семьи. В результате тот с диагнозом «острый психоз» попал в психбольницу. Вскоре он забрал заявление о вымогательстве и пояснил стражам порядка, что поспешил в своих обвинениях. Из новых показаний потерпевшего следовало, что автомобили Михайлову и Костину были подарены просто так, а все денежные средства отдавались по доброй воле, но никак не по принуждению. В итоге все обвинения с ракетиров были сняты. Сам владелец кооператива спустя несколько лет был убит в Голландии. После этого случая Ореховский и Солнцевский решили разойтись, пообещав друг другу не воевать и мирно делить спорные земли. А Михайлов, которому времени, проведенного за решеткой, оказалось достаточно, чтобы понять свою уязвимость, решил действовать в важном для своей группировки направлении, не жалея средств, не гнушаясь никакими методами, обзаводиться коррупционными связями во властных структурах. Это дало свой результат. Все последующие задержания, как его, так и членов его команды, были кратковременны и проходили без особых последствий. На реализацию своей задумки Михайлов впустил весомую часть общака, однако не все были согласны становиться его марионетками. Тогда тот действовал другим способом. При помощи доверенных людей он устанавливал за несговорчивую меслежку, которая рано или поздно приводила к желаемому. В руках у лидера появлялся компромат, который он незамедлительно пускал в ход, если шишка продолжала упрямиться. А иногда откладывал на потом, и как только человек оказывался Михайлову ненужным, он его просто сливал. Особенного размаха преступная деятельность группировки достигла в первой половине 90-х годов, когда бандиты расширили свою активность не только в Москве, области и некоторых городах России, но и вышли на международный уровень. Для начала члены ОПГ почти полностью подчинили запад, юго-запад, юг и юго-восток столицы. В их власти оказались авторынки, гостиницы, рынки. Узурпировали Солнцевский и один из столичных аэропортов, взяв под контроль всех таксистов. Некоторые частники пытались противостоять такой оккупации, но после полученных переломов они успокоились. Не осталось ни одного направления криминальной деятельности, которое не охватили бы Солнцевский. Рэкет, контрабанда, вещества. После успеха на родине члены ОПГ потянулись за границу. Для налаживания полезных связей и обмена опытом с иностранными коллегами, в первую очередь бандиты посетили Германию и Китай. Затем доверенные лица Михайлова отправились в Италию, где сумели договориться о сотрудничестве с ОПГ «Дрангета», которая была образована в далеком 1897 году. Но самым удачливым альянсом Солнцевских считается работа с колумбийским наркокартелем Кали, кокаиновой империей, занявшей место легендарного Пабло Эскобара. Поговаривали, что столь выгодному сотрудничеству способствовал знаменитый вор в законе, известный всем как Япончик. Однако к началу 90-х Михайлов четко сформулировал для себя формулу успеха – легальность бизнеса. К слову, он при всей отрицательности своего образа умудрился снискать славу и почет у некоторых земляков, занимаясь меценатством в родном районе. Согласно документам, с его помощью в Солнцево открыли воскресную школу, отремонтировали церковь и построили новые. Он помогал детдомам и малоимущим. Так же, как и в своей преступной деятельности, в легальные бандиты не стали ограничиваться родным регионом и вскоре засветились в других областях России. Один за другим открывались принадлежащие Михайлову коммерческие предприятия в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Казани, Волгограде, Воронеже, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Архангельске, Мурманске и Уфе. Стремясь обезопасить себя в случае спланированной милицейской облавы, высокопоставленные бандиты озаботились приобретением недвижимости в ряде стран, в том числе Италии, США, Польши, Греции и Чехии. Из всех видов легальной коммерческой деятельности Солнцевские делали выбор в пользу банковской сферы и горного бизнеса. Бандиты старались завладеть основными долями в самых престижных казино страны. Но маниакальная страсть к горным заведениям подвела Михайлова. В 1993 году он вновь оказался под следствием в связи с убийством владельца казино Валерия Власова. Своё заведение Власов открыл в 1991 году и сразу же угодил под крышу к Солнцевским. Сам Валерий, который не раз оказывался на скамье подсудимых в качестве обвиняемого в экономических преступлениях, в кратчайшие сроки сумел наладить с бандитами настоящие партнёрские отношения. Для прикрытия своего бизнеса Власов придумал довольно подлую схему. Коммерсант открыл на своё имя Центр реабилитации выпускников школ-интернатов и при каждом удобном случае повторял, мол, вот, почти вся прибыль идёт сиротам на путёвке в достойную жизнь. Едва завидя на пороге оперативников с проверками, бизнесмен тут же начинал названивать в надзорные органы с жалобами на притеснение сирот. Вскоре все в округе уяснили, связываться с Власовым себе дороже. Однако долго радоваться жизни директору не пришлось. Не особо надеясь на солнцевскую крышу, он окружил себя тремя телохранителями, но помогло это ему слабо. В один из августовских дней 93-го года он, как обычно, прибыл на работу в своё казино около 11 часов. Как только водитель припарковал иномарку около заведения, телохранители вместе с Власовым выгрузились из салона и допустили роковую ошибку. Отошли от своего шефа на приличное расстояние. Тут же один за другим грянули несколько выстрелов, и директор казино упал замертво. Позже стражи порядка установили, что киллер расположился прямо на крыше рядом стоящего здания и скрылся на поджидающем его около подъезда автомобиля. Найти исполнителя так и не удалось. Зато вскоре был задержан главный предполагаемый заказчик, которым оказался Михайлов. Стражам порядка не составило труда выяснить, что в последнее время Валерий и Михайс не ладили. Впрочем, доказать причастность главаря солнцевских к расстрелу предпринимателя так и не удалось. Михайлов избежал ареста и спешно отбыл в Израиль, где значился директором некоммерческого фонда в поддержку детей-сирот. Кроме того, деятельный бандит побывал в Венгрии, где вскоре открыл шикарный пятизвездочный отель, а после наведался в Австрию, став владельцем ресторана. В феврале 1994 года, когда шумиха, связанная с убийством Власова, сошла на нет, Михайлов решил стать почетным консулом Коста-Рики. По официальной версии, он планировал взять под контроль поставку в Россию различных тропических фруктов. Однако про планы прослышали сотрудники правоохранительных органов, которых Михайлову не удалось ни купить, ни запугать. И в кратчайшие сроки предоставили в посольство всю имеющуюся у них информацию о криминальной деятельности будущего консула. К тому времени в российский МИД уже поступили документы от костариканцев, в которых было обозначено назначение Михайлова консулом. Но отечественные дипломаты аккуратно проигнорировали эту информацию. Немногим позже Михайлов был отозван из почетных консулов. Год спустя Солнцевские вновь оказались в центре грандиозного скандала. В первый день весны 95-го года в столице был убит знаменитый журналист, гендиректор телекомпании ОРТ Владислав Листьев. Киллеры напали на Листьева в подъезде его дома, расположенного на Новокузнецкой улице. К моменту, когда журналиста обнаружили, он был уже мертв. Вскоре было составлено несколько версий и обрисован круг лиц, которым ликвидация Листьева была на руку. И среди подозреваемых фигурировали Солнцевские. Мотив у бандитов был, незадолго до своей гибели гендиректор вычеркнул из списка рекламодателей фирму, которая курировалась бандой и приносила им каждый месяц порядка 4 миллионов долларов. Для подтверждения или опровержения своих догадок в августе 95-го года блюстителями закона была организована операция под кодовым названием «Закат». Планировалось, что в ходе нескольких часов более полутысячи сотрудников милиции с целью поиска вещдоков и задержания подозреваемых проведут обыски в фирмах и квартирах, принадлежащих Солнцевским бандитам. Но все вышло иначе. Сотрудники, работавшие с УПГ, тут же доложили своим хозяевам о готовящейся акции. И те приняли все необходимые меры. В итоге оперативникам удалось задержать всего лишь несколько пешек, да и тех за неимением улик вскоре отпустили на свободу. Убийство Листи в атаке осталось нераскрытым. Следующий и на этот раз очень серьезный раскат грома грянул над Михайловым в октябре 96-го. Незадолго до этого он вместе с семьей покинул Израиль из-за того, что местная полиция начала активничать в плане поиска российских мафиози. И вскоре обосновался в Швейцарии, правда нелегально. Что, впрочем, не мешало ему совершать выезды в другие страны и возвращаться обратно. Михайлов настолько уверился в своей безнаказанности, что его задержание в аэропорту Женевы, куда он прилетел после отдыха в Бельгии, стало для него неожиданностью. Оказавшийся под арестом в тюрьме Шандалон, Михайлов узнал, что ему инкриминируется лишь нарушение паспортного режима. Приободрился и отказался от дачи показаний. Но вскоре следователи потребовали заморозить все его швейцарские счета, где находились десятки миллионов долларов, и приступили к сбору улик касательно его причастности к организации криминальной деятельности в России и странах Европы. Лишь тогда подозреваемый нарушил свой обет молчания и заявил стражам порядка, что невиновен. И все это было подстроено его врагами. Тем временем его адвокаты предоставили швейцарцам два документа, согласно которым российские правоохранительные органы претензий к Михайлову не имеют, и имя его ничем криминальным не запятнано. Никто не предполагал, что вскоре после этого, в январе 1997 года, с рабочим визитом в Швейцарию, прибудет генеральный прокурор России Юрий Скуратов. Он рассказал о судимости Михайлова, а также пообещал организовать служебную проверку по поводу подписей на бумагах, свидетельствующих о чистоте репутации солнцевского главаря. В 2001 году случился скандал уже с участием самого генпрокурора. Неизвестными была обнародована запись, где похожий на Скуратова мужчина развлекался с двумя девушками легкого поведения. Несмотря на то, что генпрокурор категорически отрицал свою причастность, его карьере пришел конец, и Скуратова сняли с должности. Многие тогда сочли такой исход местью Солнцевских за швейцарский демарш против их главаря. Суд над шефом Солнцевских состоялся в 1998 году и закончился в пользу подсудимого. Швейцарцы так и не смогли доказать причастность Михайлова к криминальной деятельности. Все, что они смогли сделать, это выслать нежелательную персону в Россию и запретить ему въезд в Швейцарию. Главарь вернулся в столицу и первым делом собрал масштабную пресс-конференцию, на которой предъявил решение суда и потребовал, чтобы отныне его имя никоим образом не соприкасалось с бандитской тематикой. Таким образом, ОПГ прекратило свое существование, хотя другие члены банды продолжали пользоваться безнаказанностью вплоть до 2010 года. Всех отпускали, уверяя верхушку, что все в порядке и что нужно войти в положение. И поскольку к нынешнему времени их деятельность полностью легализована, вряд ли когда-нибудь кто-то будет наказан. Большое спасибо за просмотр, ставь лайк под это видео, если оно тебе понравилось, не забудь посмотреть наши другие видосы. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!